Наступило время заготовки и закупки черенков винограда и сегодня мы с вами поговорим о том, как их проще и надежнее сохранить. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я была по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Новички иногда пугаются черенков, пугаются хранения, думают, что у них не получится. На самом деле это очень просто. И все, что нам надо обеспечить, это довольно низкую температуру, примерно до плюс 5 градусов. Кстати, небольшой минус, до минус 5, вообще для черенков абсолютно не страшно. И сохранение влажности. Всего лишь два условия. Выбор способов хранения, это уже на ваш вкус, на ваши возможности. Конечно, мы сегодня поговорим о том, как лучше всего сохранить. Ну, опять же, что значит лучше? Лучше то, что вам удобнее. И зависит от ваших возможностей и от количества черенков. Если черенков немного, то можно их вот так вот, как у меня здесь он довольно свободно закручен, можно плотно-плотно закрутить в стрейч-пленку, положить в холодильник. И так черенки сохраняются, вот даже до июня, даже до середины июня, так хранят черенки для прививок. Они прекраснейше себя чувствуют. Но если черенков много, то закручивать в каждую, ну, такое себе удовольствие. Можно закопать сантиметров 25-30 от поверхности земли. Берем вот так вот пучок, закапываем в землю, и все шикарно сохраняется. Единственное, что если они будут грязные, и может быть такое, что когда вы откопаете, там, паутинники какие-то, еще что-то, не надо бояться, все прекрасно сохраняется, ничем оно там не болеет, все будет замечательно. Можно просто пучок завернуть в газетку, в пакет и в холодильник. Часто, когда хранят в холодильнике, есть рекомендации, что надо во влажную тряпочку завернуть, еще что-то. Мы не рекомендуем. У черенка, в принципе, хватает влажности. Нам просто надо ее сохранить дополнительно, влажность создавать не нужно. А вот для чего мы газетку заворачиваем, да, когда кладем в холодильник. В холодильнике довольно влажно. И бывает, что вот эта вот излишняя влага накапливается, иногда может пойти какая-то плесень по черенкам. Не надо ее бояться, абсолютно ничего страшного в этом нету. Когда-то мы рекомендовали ополоснуть в растворе марганзов. Можно даже этого не делать. Протерли сухой тряпочкой, все убрали, в сухую газетку завернули и все нормально. Можно хранить в погребах в подвалах. Единственное, что там, независимо от влажности, лучше все-таки положить в пакет. Так будет не темно. Можно положить, опять же, в подвалы погреба слегка увлажненный песок. Вот чуть-чуть на грани, вот он почти сухой. Тоже шикарно сохраняться. Также один из способов сохранения влажности в черенках, это окунание срезов в парафин. Можно парафин разбавлять садовым баром, тогда все становится более эластичным, он меньше отщелкивается. Раньше мы так делали, но в последние годы отказались. Все прекрасно хранится, и без этого это лишняя работа, причем довольно-таки трудоемкая. Еще такой вопрос, часто вы его задаете, надо ли вымачивать черенки перед хранением. Смотрите, если черенки ваши, вот вы их только срезали, зачем их вымачивать? Они не так очень и очень влажны. Если вот сейчас только сезон нарезки черенков, то мы свои последние дорезали буквально пару дней назад. Вот они свежие, и осень у нас была влажная. Ноябрь такой, да, много было дождей, почва прекрасно влажнилась, и влаги в черенках более чем достаточно. Вымачивать их нет абсолютно никакой необходимости. Даже я вам сейчас наглядно продемонстрирую. Мы берем черенок. Так делаем на него. Свежий срез. Вот если внимательно к нему присмотреться, он еще такой довольно мокренький. Бывает даже вот сжимаешь, и начинает выступать водичка на черенке. То есть вот так вот, если я рукой его потрогаю, оно прям чувствуется, что он влажный. Вот мне видно, а вам, может быть, на камере не совсем, что при небольшом сдавливании даже немножко выступает влага на срезе. Ну вот так вот. Если мы трогаем, то очень это чувствуется. Более того, ну вот я не сняла этот момент, когда мы обрезали большие пучки, ставили их на веранде в холодной, то прям на полу вода была. То есть на черенках было очень много влаги. И, соответственно, зачем давать ее еще? Поймите, вода – растворитель. Вот когда они у нас, мы их вымачиваем перед проращиванием, да, они часть влаги потеряли, там, грубо говоря, концентрированные все, соли, да, различные вещества, они воду натягивают, напитывают. А сейчас вода будет как растворитель, который будет вымывать вот эти питательные вещества, которые глаза накопила для хранения. Поэтому мы считаем, да, что вымачивание абсолютно не нужна. По крайней мере, вот в начале сезона, по крайней мере, если вы свои черенки нарезали и хотите их сохранить до весны, то их вымачивать точно не нужно. Если вы их получили по почте, опять же, если это начало сезона, то точно это делать не нужно. А если это конец сезона какой-нибудь, февраль, март, ну да, можете поставить их ненадолго, не надо вымачивать их несколько суток, поставьте их на часок пяточками в воду, чуть-чуть они этой водички натянут. И все, этого будет более чем достаточно. Мы никогда черенки не вымачиваем ни перед хранением, ни тогда, когда мы их покупаем. Вообще никогда. Единственная вымачка, которую мы делаем, только перед проращиванием. И то в прошлом году я проводила эксперимент и показывала, что длительная вымачка, она тоже может вредить. Ну вот если у меня будет время, да, если я смогу ее найти, то я даже сделаю эксперимент. Часть черенков вымачу. Сейчас перед хранением, да, часть черенков мы положим так же, как обычно. И весной попробуем их прорастить, посмотрим, есть ли разница. Ну, это в планах. Насколько у меня получится это сделать, будем смотреть. Также вопрос, надо ли обрабатывать какими-то дезинфицирующими средствами перед хранением. Не надо. Сейчас черенки сухонькие, аккуратненькие, все они прекрасно сохранятся. Какую-нибудь дезинфекцию вы можете провести непосредственно перед проращиванием. Ну, стандартный раствор марганцовки такой, достаточно насыщенного цвета. Все, больше ничего не нужно. Даже если вы на черенках видите какие-то следы, аидиума, да, они могут быть. Ничего страшного вообще, абсолютно вот там не поидим, может быть, провечим, но да, следы остались. И во время хранения, даже если аидиум там ничего с ним не делали, да, во время хранения, он вашим черенкам не сделает абсолютно ничего. И всю дезинфекцию вы уже проведете непосредственно перед тем, как будете проращивать. То есть сейчас делать абсолютно ничего не нужно. Просто положить черенки на хранение. Про землю я сказала. Смотрите, если мы закладываем в пакеты, вот в холодильник, либо в погреб, в подвал, ну, можно там раз когда-то залезть, посмотреть, чтобы не было повышенной влажности, не было какой-то плесени. Ну, опять же, если черенки хорошо вызрели, а в этом сезоне они должны были прекрасно вызреть, вот осень нам таки сделала в подарок, то они прекрасно будут храниться, и ничего на них не придет. Ну, если вдруг заметили, как вот если тряпчика обтерли, сухенько перепуковали, в другой пакет и все, ничего страшного в этом нет. Ну, если очень уж очень боитесь, в растворчике, марганцовке буквально прополоснули, и все. Все с ними будет хорошо. Ну, и самое главное, не спешите проращивать, потому что бывает, что у кого-то ручки чешутся прямо с осенью, осенью вот этого точно делать не нужно. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, подведите на жалкую кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, наши контакты. И до новых встреч!